Таким образом нам нужно собрать порядка 2800 активистов в городе Петрозаводске. Это очень сложная задача, но она решаема. На текущий момент в нашей группе за отставку Петросовета собрано порядка 50 человек. И с каждым днём нас будет становиться всё больше и больше. Люди должны знать, какие претензии предъявляют депутаты Петросовета, нашему мэру Галине Ширшиной. Одно из таких требований, претензий, то, что она не построила в каждом районе по бассейну. С общим зеркалом воды 4000 квадратных лет. На сегодняшний момент президент Путин сказал, что он не будет вмешиваться в эту ситуацию. Это означает, что рассчитывать на федеральный центр. Это сказал другой. Он не в курсе президенту. Это сказал Прескову. Давайте мы напишем тогда президенту. Посмотрим, ждает он это или нет. Вы сливаете или что? Давайте подписывать. Почему? Нет. Так давайте, почему проблема? Надо подписи собирать. Вот давайте плавно мы будем подписывать. Почему вы не подготовились к этому, если вы делали и не чадо? Листы с подписями давайте будем подписывать. И к этому по 10 листов мы сами пройдём. Прежде чем мы должны, значит, надо уже что-то иметь. Говорит, нечего уже. Давайте, что-то делать. Давайте прямо, как называется, бумагу. Ручка еда. Мы должны знать, в первую очередь, какие депутаты голосовали за отставку Ширшиной. Это депутаты от Единой России, депутаты от КПРФ, депутаты от Родина и ряд самовыдвиженцев. Единственные депутаты, которые не голосовали за отставку Ширшиной, это депутаты от Яблока. Далее, с чего всё началось? Началось всё с того, что в Законодательном собрании Республики Карелия был внесён закон об отмене выборов мэров города Петрозаводска и городе Косомухши. За этот закон голосовали депутаты из партии Единая Россия, из партии ЛДПР, частично из партии КПРФ, частично из партии Справедливая Россия. Не голосовали за отмену выборов в городе Петрозаводске и в городе Косомухши. Только депутаты от партии Яблоко. Делайте выводы. Продолжение следует...